Привет! Канал Bonita Parfum снова с вами! Поздравляю вас с прошедшим Новым Годом! Надеюсь, вы хорошо отметили праздник, побыли в кругу своей семьи, получили массу удовольствия и, наверное же, одели какой-то свой любимый парфум, чем порадовали своих близких. Я очень на это надеюсь. И сегодня уже в Новом Году я решила сделать обзор, которых никогда у меня еще не было на канале. Это такое что-то новое, новое на канале. Потому что для меня подобные ароматы, которые я сегодня буду обозревать, далеко не новы. Я с ними уже прошла какой-то путь, у меня с ними уже устоявшиеся отношения. И я решила, раз уж это так, раз я уже кое-что об этом знаю, то, конечно же, я этим с вами поделюсь. Этот обзор, как вы уже, наверное, догадались, глядя на флаконы, которые стоят передо мной, будет посвящен винтажной парфюмерии. Тем, кто знает, что такое винтажная парфюмерия, наверное, не стоит напоминать. Ну, а тем, кто не в курсе, в двух словах объясню, что винтажная парфюмерия, это парфюмерия, которая старая. Она старая. Да, вот просто представьте себе ароматы, которые выпускались более 20 лет назад. Ну, плюс-минус считается так, что если аромату более 20 лет, то это винтажный аромат. Вот, если ему менее 20 лет, то он считается просто староделом. Так вот, винтаж, это его же, скажем так, синоним этого слова, может быть, раритет, антиквариат, так, чтобы лучше было понятно. То винтажная парфюмерия, скажу честно, это целый пласт вообще, в принципе, в мире парфюмерии. И если вы когда-либо с этим сталкивались, даже не зная, что вы имеете дело с винтажным ароматом, то, думаю, вы, в принципе, понимаете, чем идет речь. Какие ароматы были модными, трендовыми и, ну, скажем так, это были единственные ароматы, по сути дела, вот 20 и более лет назад. Но, скорее всего, вы знаете, что это были за ароматы. Сейчас мы это принято называть там бабушкин сундук там или что-то такого плана. То есть сама концепция ароматов, в принципе, сами ароматы, они были совершенно другими. Вот просто кардинально другими. Не такими, как сейчас. Мода, возможно, диктует уже новые видни. Это вот мировосприятие человечества, не знаю. Но в любом случае, те ароматы, которые были модными и которыми восхищались, вот, начиная где-то вот 20 лет назад, даже не 20, а дальше, вот, ближе, вот, 80-е, 70-е годы прошлого столетия, на сегодняшний день они вообще, в принципе, ну, просто многим непонятны. Но не мне. То есть я с винтажами давно дружу. И скажу, что более 5-7 лет назад я их не просто знала, я их активно носила. Да. Если учесть, что я была еще моложе, то, конечно, я очень часто натыкалась на непонимание окружающих. То есть они, например, находясь со мной в одном помещении, постоянно оглядывались и выискивали где-то за шторками. Я, может, и с бабушкой пришла, или, может быть, и там старой родной тетей твоего швырена кумы пришла. То есть никто не мог поверить, что я пахну винтажным, например, Шанель номер 5 или винтажным паузоном от Диор. Ну да, это была я. Или, например, Турбуленция, которая вот старая добрая Турбуленция, которую знает поколение, кто был в 90-х, скажем так, да, у руля. Все знают, что Ревелон Турбуленция это был вот один из самых таких показательных, знаковых ароматов того времени. Но пришло время, я немножко устала от винтажей, немножко отошла, потому что это такое, знаете, винтажное настроение. Оно меня посещало не всегда. И, в принципе, это нормально. То есть любые ароматы, даже которые входят в мое ольфакторное восприятие, они иногда отходят на второй план. Приходит что-то новое, какие-то вот веяния и так далее. Но вот это время ношения винтажей, носки, точнее, винтажей я очень хорошо помню и помню свое настроение. Так вот оно было какое-то торжественное. Вот такое какое-то, вот просто возвышенное даже. Ну, не буду долго говорить про себя, расскажу про ароматы. Недаром первый аромат, которому потянулась моя рука, это был аромат Сота Вочи от Лавра Биа Джотти. Сегодня у меня два флакона, прям целых два. Ну, не одного, а целых два в обзоре присутствуют. Это парфюмированная и туалетная вода. Кто знает, пишите оды под видео. Кто не знает, расскажу сама, спою эту оду. Итак, парфюмированная вода Сота Вочи от Лавра Биа Джотти, заблаговременно нанесенная на блотер. Название переводится как шепот. Сразу скажу, что если бы я была парфюмером, я бы не назвала этот аромат шепотом, потому что, в моем понимании, шепот это тихий, скромный, нежный, вот ключевое слово нежный аромат. Совершенно не напрягающе. Ну, вот для примера, могу привести, например, ванильный орхидея от Ван Клиффе Нарплс, или же White Fire от Тициана Терензо. Это уже как бы новое, да, новое поколение аромата. Но вот именно аромат с названием шепот, скорее всего, в моем понимании, звучит именно так. То есть это вкратчивый аромат, тихий, близкий к телу, обволакивающий, вот, да, вот нежный. Возможно, еще Бай Найт Бьянка от Профуми Дель Форте, то есть все эти ароматы, в принципе, присутствовали в обзорах. То есть, а здесь почему-то вот с этого очень назвали шепотом аромат с центральной нотой туберозы в обравлении сливы бобов тонко-гелиотропа. Это классное сочетание, это очень, скажем так, редкое сочетание, потому что классное, такое, очень удачное сочетание сливы с бобами тонко-гелиотропом, оно вот именно и дает вот такое ощущение шепота, тишины, мягкой вуали, такой вот какого-то кашемирового платка, мутного вечера, тихой беседы. Но тубероза же здесь есть, она здесь явно есть. И вот эта тубероза превратила этот шепот в такую, знаете, я бы сказала, даже какую-то такую громкую песню. Но, чем мне понравился Сотовочи в парфюмированной воде? Вчера я был в разнос этого аромата на одной руке и в туалетной на другой руке. Так вот, в сердце аромата это тубероза, соединенная со сливой и с гелиотропом, и потом уже, как выяснилось, бобами тонко, но это ближе к базе. Вот именно сердце, я хочу рассказать про сердце этого аромата. Сердце аромата меня просто поразило. Я вспомнила этот аромат в нулевых, в конце 90-х, в начале нулевых годов, когда у одной девушки, точнее женщины, я помню эту женщину. Почему? Потому что я не могла понять, чем она пахнется эти годы. Прошло более 20 лет, я не помню, я так и не решила спросить у нее, чем она пахла. Она была продавщицей в магазине одежды. Когда вы заходили в этот отдел, это просто вот с этого очи, просто покрывало все и всех. Аромат безумно красивый, но вот на ней он пах именно сердцем, потому что база, которая раскрылась на мне вчера, она совершенно грубая была. И осталась только лишь одна тубероза. То есть тубероза стартовала в начале, очень явная колючая тубероза, хоть я люблю туберозу, но здесь она была грубовата. Она вернулась же и в базе, но сердце было самое красивое, оно было теплое, горячее, просто вот такой вот самый-самый-самый-самый смак, самый максимум, который она могла дать в сочетании со всеми самими компонентами. Конечно, аромат гениальный, и если у вас остались какие-то, возможно, да, сплаконы с какими-то остатками, вы их, пожалуйста, никуда не девайте, и разнашивайте, и носите, я уверена, этот аромат найдет своих поклонников. Он действительно очень женственный, очень рассказывающий, очень глубокий, и среди всех винтажей, которые представлены сегодня здесь, он самый, ну, скажем так, носибельный в современности. То есть в современность этот аромат вполне примет, вполне, потому что очень много клонов его, но вот его, вот эта вот тонкая такая натура, именно Лауры Биаджоти, вообще, в принципе, бренд Лауры Биаджоти очень такой утонченный, она неповторима. Теперь расскажу в двух словах про туалетную воду, она мне понравилась меньше, потому что, как по мне, то, в принципе, все эти компоненты, которые присутствуют в парфюмированной воде, хотя я уверена, здесь другая пирамида, я в этом просто уверена, я не смотрела, здесь они приглушены, то есть здесь натуральный шепот произошел, да, вот, то есть вот от туберозы половину оттяпали, наверное, от слива, наверное, 70% оттяпали, много оставили бобов тонко, от гелиотропа, ванили, там, других компонентов, посмотрите, пожалуйста, пирамидам, аромат более тихий, и от этого он стал более девичий, то есть его, скажем так, цветочная сторона, но не тубероза цветочная, а нежно-цветочная, ближе к гелиотропной, она раскрылась с лучшей стороны здесь, то есть здесь больше весенней цветочной такой вот нежности. Я не могу сказать, что он мне не нравится, он классный, он обалденный, он мне тоже очень нравится, но я бы предпочла все-таки парфюмерку, ну, ввиду моих каких-то альфакторных впечатлений, потому что я люблю боевички, вот здесь вот я услышала в сердце именно тот боевичок, который я вот эти вот все годы искала, кстати, пазлы сошлись, у меня этот вот незавершенный гештальт растворился, слава богу, поздравьте меня, наконец-то я поняла, что штаб-продавщица носила все-таки, слава богу. Я думаю, с Лаурой Биаджуете пока все понятно, действительно, уду, аромату я спела, кстати, флаконы предоставила моя подруга, большое спасибо Свете за то, что она, это ее флаконы, это ее коллекция, кстати, абсолютно как бы не в ее альфакторной тематике, то есть это человек, который любит в принципе такие все мускусные направления, да, там, бобы тонко тоже, но более нежные ароматы она любит, а вот этот аромат не приглянулся, все-таки, видимо, что-то в этом шепоте есть, который, как говорится, торкает не только те, кто любят огненные боевики, следующий аромат это Соня Рикель Ле Парфум, этот аромат тоже с историей, в принципе, здесь все ароматы с историей, нет винтажных ароматов без истории, потому что то, что было давно и было хорошо, оно будет иметь историю, будет иметь отголосок в сегодняшнем дне. Это аромат уже другой концепции, это аромат дамский, но, опять же, здесь нет вот этого вот приторного, индольного какого-то бабушкиного сундука, несмотря на возраст. Прекрасный флакон, сумасшедший, кстати, не сказала про красоту флакона Лауры Биаджоти, вот зря, ну, дизайн просто поражает. Первое, что я хотела сделать, это выкрутить вот эту крышку, сорвать ее как-то там и так далее, то есть для того, чтобы нажать спрей, нужно еще потрудиться, кстати. Ну, здесь дизайн, видимо, был разработан очень основательно, то есть такого подобного дизайна я ни у кого не видела. У Сони Рекель тоже очень красивый дизайн, ну, конечно, не настолько оригинальный, как у Лауры, но тоже очень красивый флакон. Сейчас таких флаконов я нахожу редко, вот именно с такой задумкой. Форму флакона очень тяжело вообще вычислить, сколько грани, то есть так вот на вид смотришь, вроде бы такой кругляшок, а начинаешь присматриваться, здесь реально поработал тоже очень талантливый дизайнер. Так вот к аромату. Ле Парфум, кстати, он есть еще в духах и в туалетной воде. Именно в парфюмированной воде мне нравится своим богатством. Аромат цветочный, восточный, немножечко шипровый, совсем чуть-чуть, очень мало, практически не шипровый. То есть, несмотря на свою такую вот старую жизнь на моей полке, он изначально был не шипровый и даже не зашиприл. Он яркий, он более сладкий, он более женственно-костюмный. Мне кажется, что женщина, которая носит Ле Парфум от Суни Рикель, она бизнес-леди, скорее всего. И причем ее, если Суни Рикель присуще будет каким-то более романтичным, мечтательным женщинам, таким, скажем так, углубленным в себя, вот таким каким-то совершенно далеким от вот этой вот, такой, знаете, суетной жизни, то Ле Парфум это аромат для женщины активной, яркой, творческой, которая тут же воплощает все свои творческие планы в жизни. Наверное, как, я просто перед глазами, образ Суни Рикель, конечно, да, это такая очень яркая личность. Но, скажем так, почему я не смогла носить этот аромат, потому что я на него, во-первых, как и до большинства винтажей, просто не доросла. То есть, аромат живет отдельной жизнью на моей коже, я живу отдельной жизнью, какой-то примитивный аромат гениально продолжает звучать. Это не соответствие, действительно, аромату нужно соответствовать. Но та богатая пирамида, которая здесь присутствует, и цветы, и смолы, и гвоздика, и всевозможные амброво, мускусные, мушистые ноты, она просто калейдоскопит на коже, это действительно очень-очень богатый аромат, насыщенный. Про стойкость, конечно, я молчу, то есть все прошлые ароматы, они очень стойкие, ну, практически все, по крайней мере, те, которые сегодня уж в сегодняшнем обзоре, эта стойкость феноменальная. Мама моей подруги любит этот аромат, и он ей очень шел. Ну, да, такая вот дородная женщина, такая умудрена опытом, такая немножко с иронией. Ну, вот, насколько смогла передать я образ женщины, носящий аромат для парфумен Ценюрикель, я передала. Увы, пирамиду винтажей очень тяжело описывать, потому что прошлые ароматы, они богатые, они разноплановые, разношерстные и многослойные. Это не нынешние ароматы, которые так, ага, ваниль, персик, там или там, ут, роза. Все, базовые ноты дали, есть понимание аромата. Эти ароматы совершенно не имеют смысла раскладывать по нотам, потому что они не звучат едино, они звучат цельно, это литые ароматы. Поэтому только разнос, если вам удастся попробовать аромат для парфума Ценюрикель, или другие ароматы, то вам придется с ними еще побороться, повоевать на коже. Ну, это хорошая перспектива, это я вас не пугаю. Еще один аромат от бренда Кеслинг, я, если честно, пока мне его не предложили, вот просто купить, я даже не знала про этот бренд. Оказывается, такой бренд действительно был. Сейчас его, к сожалению, уже я не наблюдаю. Называется аромат Formidable. Подсказали мне знатоки французского, что переводится прекрасный. Он действительно прекрасный. Я люблю его илангово-туберозно-ванильную базу. Она очень яркая, очень сочная. Она впишется, очень удачно впишется в сегодняшнюю парфюмерную реальность, где много сладости, пудровисти, вот такой вот нагруженной и совершенно химозной присутствует. Здесь она не химозная и не нагруженная. Здесь она такая, какая она должна быть. Такая, которую дает настоящий ланг. В соединении с туберозой и с очень богатой ванилью, с туричковой ванилью. Такой, знаете, вот дорогой какой-то, может быть, даже мадагаскарской. Ну, я просто знаю, что существует мадагаскарская ваниль. Вот я ее сюда и сказала. Хотя, не знаю, может быть, здесь не мадагаскарская. Но факт в том, что аромат действительно вечерний. Он действительно очень женственный и очень сексуальный. От него я вообще такого не ожидала. Особенно если учесть, сколько он стоил в тот момент, когда его приобретали. Прекрасный флакон. Ну, кстати, вот тут все флаконы классные винтажей. Но посмотрите, каждый флакон, это целая история. Это целая какая-то вот такая, ой, это рассказы. Это вот просто удовольствие открывать, закрывать, наносить, ставить. Ну, просто супер. Качество материала, качество стекла, цвет жидкости. Все здесь идеально. Я его на себя наносила несколько раз. Он отдавал немножко вот этой вот пресловутой винтажностью. Немножко такой стариной отдавал. Но, так как я люблю эти ноты, они меня не грузят. Для меня это был идеальный аромат. Два пшика, и вы просто в нереальном облаке, сумасшедшем шлейфе. И комплементарность, конечно, вы получите. Но, все-таки в нынешних ароматах, в новодельных, подобных, да, а вот в них отсутствует вот эта вот индольная ноточка. Возможно, вот это, конечно, не то чтобы отпугивает, ну, просто вы не носите подобные ароматы. Но вот если это вот с этим смириться, то это будет успех. Нынешние ароматы такого успеха не дадут. Ввиду синтетичности и вообще вот упрощенности всех пирамид. Я о нем больше ничего не могу сказать, потому что он мне, изначально, не только мне, а многим другим, показался похожим на Иланген Голд от Мартина Миколев, потому что там тоже Иланг. Потому что Иланг узнаваемый во всех ароматах. Он такой маслянистой пудрочкой дает и сладость. И это привлекло в этом аромате. Но потом, по мере раскрытия, выяснилось, что он даже немножко лучше. Вот мы Мартини об этом ни в коем случае не скажем. Пусть она не расстраивается, не более что. Можно сравнить Кэсли по популярности. И Мартина Миколев и Ланг, конечно, это небо и земля. Но это вот информация к размышлению. Следующий аромат, который я уверена, вы знаете, это Аней Аней от Кошарель. У меня старый винтажный 94-го года флакон. Я горжусь, что я держу его в руках. Это Оде Туалет. Там очень много разных концентраций. Я знаю, что Кошарель любит парфум. Парфум, Оде парфум, Оде Туалет. Ну, Кошарель вообще, в принципе, это такой для меня, в моем понимании, да, это бренд такой на воздушном шаре. Так вот летит и разбрасывает лепестки роз там по Елисейским полям. То есть Кошарель это бренд, посвященный любви, романтике, отношениям. Да, вот это такое женственное платье, наверное, такое, как на мне сегодня, только светлое. Вот это олицетворение дома Кошарель для меня лично. Аромат, конечно же, не в тренде сегодняшнего дня. Белые цветы в сумасшедшем его количестве, соединенные с альдегидами, со смолами, специями всевозможными. Создают такое, вы знаете, вот общее бодуарное облако. Просто общий шикарный аромат. Общий шикарный. Вот такой вот я сегодня выдала термин. Придумала сама только что. Я не могу сказать, что я выделяю какие-то ноты, это невозможно. Просто я вижу женщину, носящую она. Она не то чтобы почтенная возраста, она просто с возраста. Женщина с возрастом. Этот возраст по ней виден, она его не скрывает. Но он ее достояние. Как говорится, мои года, мои богатства. На молодой девушке этот аромат категорически не прозвучит, потому что это будет какая-то издевка, наверное, даже. Она его не понесет. Ну а в любом случае, она и это аромат, который просто нужно иметь в своей винтажной коллекции, если таковая есть или собирается собираться. Прошу прощения за каламбур. Просто ради того, чтобы обонять его с крышки. Потому что я на себе, допустим, тоже не решилась бы нанести. Ну как, я пару раз наносила, но я не выносила его. Потому что для меня он слишком, даже при моей любви к боевикам, он для меня слишком такой тяжелый. Но иметь его в коллекции, просто вот так вот пару раз прикладываться за день, очень полезно. Он отрезвляет. То есть вы начинаете понимать, что есть настоящий французский парфум. И вот эта вот пропасть между подобными ароматами и ароматами сегодняшнего дня, она еще больше углубляется, углубляется, углубляется. Сделайте из этого какие-то выводы. Это ваше дело. Я сделала, но все-таки для себя поняла, что лишь обонять флакон, я могу этот аромат, не более того, носить его не могу. Но я ему ставлю миллион баллов из десяти, потому что он действительно гениальный. Он образец французской парфюмерии, вот, наверное, прошлого столетия. Я думаю, так пахло в дорогих домах, в будуарах и в спальнях каких-то аристократок. Я думаю, именно так. Что мы еще сегодня... Ага, да, мы скажем про нудиста. Сегодня у нас в фирменном Виал-спрее Ню Атефсон Лора. Ну, это уже, я думаю, узнаваемый аромат. Чудесный аромат в концентрации Оде Туалет. Это знаменитая шайба, серая шайба, если вы помните, но она в Оде Парфаме. А это Оде Туалет. Мне посчастливилось иметь несколько фирменных спреев Виал на разнос Ню на мне сейчас, на моем завязи. Заблаговеренно нанесенный. Я люблю этот аромат, он очень шикарный. И в Оде Парфаме он еще более усиленный. Опишу туалетку. Чем я нудиста, скажем так, забанила в своей жизни? Почему я его никогда не носила? Хотя попыток было, ну, наверное, штук семь. То есть, вот, семь подходов. Куплю флакон, продам. Куплю, продам. Куплю отливан, продам. То есть, вот, такие вот тяжелые у меня отношения были с Ню. Почему? Потому что его цельная картина этого аромата, в котором действительно показано вот такое вот, ну, мы понимаем, это не совсем оголенное тело, конечно, нет. Это оголенное чувство, вот, скорее всего. И здесь речь идет конкретно про какие-то такие заветные, сокровенные чувства, какие-то, может быть, даже в какой-то степени запрещенные чувства. Почему? Потому что аромат из анималики уходит в жесткий такой вот зубодробящий корень риса, который я не люблю, да. Где-то уже появляется пудра ближе к базе, где-то кожа, где-то какие-то цветы. То есть, аромат противоречивый, но металл, который он дает в базе, вот он меня, конечно, всю свою жизнь смущал. И таки из-за этого металла мы с ним не подружились. Здесь речь шла, кстати, про парфюмированную воду в туалетке, меньше металла, меньше анималики, больше пудры ирисовой, но в целом такая кремовая немножко, кремовая его подложка, вот, а крем такой, знаете, вот застоявшийся чуть-чуть, такой вот, вроде бы мы намазалась бы, но боюсь, аллергия начнется. Вот такого плана. Это мое личное впечатление, я уверена, среди моих подписчиков и вообще в принципе среди всех людей планеты Земля есть масса поклонников аромата Нью. Потому что в свое время он прогремел. То есть, звук грома аромата, например, извините, что постоянно повторяю, Бакара от Курджана или гром от аромата Алавис Белли от Ланком не сравним с громом от аромата Нью. В свое время, в 90-е годы, в конце 90-х, это был действительно фурор, это был просто мега, мега взрыв. И за вот этой шайбой металлической серой гонялись все, все соотечественницы нашим. Вот, я тоже поставлю этому аромату, ну, ему в принципе ставить я не имею права никаких оценок, потому что где я, где он. Но, вот, мне кажется, что аромат Нью от Лорана, это был пик его проявления таланта дизайнера, царство ему небесное. Он был действительно, это был пик. Это самое гениальное, что он сделал. Безусловно, у него есть масса прекрасных ароматов. И следующий аромат, о котором я расскажу, называется Пари, то есть Париж. Он у меня нанесен на руку, я его обожаю, я им дышу. И этот аромат, этот влажный, цветочный, вот такие у меня чудесные, также винтажные сэмплы. Я тоже ими обладаю. И, кстати, делюсь и нудистом, делюсь и Парижем. У меня всего этого навалом. Пишите, кому надо. Так вот, аромат Пари тоже стоит недалеко от пика красоты и величия нудиста. Но это совершенно другой плавный аромат. Аромат олицетворения весны, причем весна именно в Париже. Я в Париже не была, к сожалению. Но мимозно, вот эта мимозно-розовая и такая вот водянистая его вот эта база, она просто, ну она ошеломительная. Кто любит мимозы, обязательно нужно попробовать аромат Пари. Причем винтажный аромат, он, ну, очень сильно отличается от новодела, потому что новодел такие уже существуют Пари. По-моему, даже и нудисты есть новодел. Но вот этот аромат именно влажный, это именно влажная весна, это влажный весенний воздух. Как он это сделал, как он это передал, я не знаю. Ну, это действительно гениально. Парфюмер создал аромат, который сразу же моментально вас телепортирует вот в это весеннее состояние. Да, возможно, он покажется немножко индольным, хотя индольность вообще минимальная. Вообще. То есть практически вот этого бабушкиного сундука в аромате Париж нет, просто нет. Но все же требуется разнос, потому что концепция аромата отличается от мимишних. То есть здесь нет вот этих вот уже набивших оскомину компонентов. Это чисто вот такая ода весне в Париже, ода женственности, ода легкости, нежности. В общем, я в восторге от этого аромата. Много-много очень его распевала, продавала. То есть у меня с ним тоже была целая эпопея, целая любовь. Она не закончилась. Я его тоже периодически сейчас ношу в качестве ностальгии и вообще иногда под настроение. Когда весна затягивается, и вот этим ароматом ты ее побыстрее, побыстрее зазываешь, притягиваешь. По крайней мере, у меня-то получалась такая магия. Еще один аромат. Сегодня у меня сэмплов много, просто потому что я являюсь их счастливым обладателем. Так уж вышло. И повторю, я ими делюсь. Аромат Kingdom от Александр Маквин. Ну, это сравнительный винтаж, конечно, не до такой степени, как вот все предыдущие. Но, тем не менее, аромат тоже снят с производства. И ввиду того, что печальная кончина создателя дома, да, она вот как-то это все очень-очень сильно, все как-то свернулось и закрылось. Ну, сейчас уже возродился бренд, но я дальше уже не интересуюсь тем, что они делают, потому что на аромате Kingdom и на аромате My Queen, которые, к сожалению, не присутствуют в обзоре, как бы наши отношения и прекратились, увы. Аромат Kingdom Королевства. Не мой формат аромата, сразу говорю. Но однозначно могу сказать, что подобного аромата я не знаю. То есть его индивидуальность это пятерочка. Присущая многим ароматам от McQueen, металлическая нота, которая повторялась в Гарсонах. В Комде-Гарсонах, во многих ароматах Комде-Гарсонах. Кстати, она есть и в Индии, но я об этом сказала. Вот она такая анималика металлическая. Ее, кстати, Бертриан Дюшафур несколько раз, ну, не могу сказать, пытался, ну, в принципе, почти удачно повторял в ароматах от Артизан Парфюмер. Но здесь она неповторима. Вот эта анималика металлическая, которую я не могу носить, но когда я ее обоняю, я понимаю, что это гениально. Наряду с цветами, конечно, наряду с женственными нежными пудровыми оттенками. Возможно, здесь есть какие-то там, может быть, орхидея, может быть, роза, неважно. Аромат звучит цельно. И вот это королевство, в которое вы окунаетесь, обоняя этот аромат, это, действительно, королевство, королевство индивидуальности, королевство какой-то такой отрешенности, даже немножко аромат, немножко мрачноват, если честно. Но эта мрачность, она ему к лицу. То есть я бы не сказала, что это вот лютенцовская мрачность. Знаете, вот у Серж-Лютанца есть мрачные ароматы, которые вот просто в депрессию готовы вывогнать вас. Такой черный гений, ну, это релическое отступление. У Маквина эта мрачность, она такая, торжественная. Если у вас есть желание, пробуйте найти этот аромат. У меня есть вялкий, ну, в принципе, его можно найти. То есть, в принципе, если поискать, его можно найти в интернете. Просто познакомиться с этим ароматом. Я не говорю его внести в коллекцию или носить. Но он очень такой вот, знаете, вот на острие нажал. Вот такой вот на острие. На грани гениальные какой-то вот такой вот сказки. В общем, много-очень много могу говорить об этом аромате. Но нужно его просто попробовать. Итак, что я сегодня еще не показала. Турбуленция в начале обзора сказала. Это моя старая турбуленция многолетняя. Это просто, честно говоря, скажу, пустая коробка внутри. Уже давно нет аромата. Он уже выпит. Но, так как я являюсь счастливым обладателем просто футлярчика, расскажу про аромат. Турбуленция снесла мозг в 90-х годах всем нашим соотечественницам. И весь бывший союз, или такой вот уже доканывающий союз гонялся за турбуленцией. И пахли все. Вот в турбуленции есть то, чего нет ни в одном аромате винтажным. Вот кислинка, вот это вот кислинка в турбуленции. Вот представьте себе классические винтажные, там, цветочно-шипровый аромат. Альдегиды, куча гвоздики, анималика, букет сумасшедших цветов. В целом такая бабулька, да, у вас звучит, как бы, боже, бабушка пришла. Но в турбуленции есть вот такая тонкая кислинка, которая просто вот ее разворачивает на 180 градусов, совершенно другое направление альфакторное. И вот этим она, видимо, нашей женщины взяла, меня в том числе. То есть вот эта индульность скрывает вот этой кислинкой. Кислинка сумасшедшая. Я почему-то думаю, что это мимоза. Хотя думаю, ну как мимоза может дать кислинку? Мимоза даст пудрочку, мимоза даст вот как в Париже, да, вот. То есть мимоза, она такая вот дает влажность, такую легкость, такую мечтательность аромату. Здесь нет, здесь вот именно кислинка. И вот наряду с этими горькими нотами кислинка просто ошеломительно звучит. Ну просто невероятно. И она придает этому аромату вот богатой, насыщенной такой вот женственности. Ну, в общем, опять же, описывать винтажет надо еще уметь. Надо этот словарный запас иметь больше, чем у Элочки-людоедки. Увы, не обладаю, но Турбуленс в разных выпусках, опять же, нужно не путать. Потому что разные выпуски разных годов могут быть под разным даже наименованиями, если мне память не изменяет. И флаконы разные. Есть парфюм, есть туалетка, есть духи. И оде парфюм, то есть там множество разных выпусков. И то, что осталось еще, то, что еще не продано у коллекционеров, допустим, да, нужно всегда уточнять обязательно концентрацию, год, фотографии увидеть, чтобы понять, что это. Потому что есть еще оде Турбуленс, это туалетная вода, там совершенно другой флакон. В общем, это, если вы зададите с целью купить этот аромат для своей коллекции, нужно очень углубиться. Это касается почти всех ароматов, которые я сегодня назвала. Вот Соня Рекель имеет несколько выпусков Турбуленс. То есть это особенности не фланкера, печатания сегодняшнего, да, а это особенности вот того времени. То есть очень такие вот тонкие грани раскрывали парфюмеры в разных выпусках, по сути дела, одного и того же аромата. Ну, еще у меня есть науменных от Estee Lauder. Я к Estee Lauder отношусь с очень большим уважением. К сожалению, почти никакие ароматы из-за того бренда мне не подходят. За исключением там нескольких. Ну и то, до конца я их никогда не доношила. То есть приобретался флакон и в конце, где-то, или даже в середине жизни этого флакона я его либо передаривала, либо продавала. Потому что Estee Lauder имеет какую-то такую вот, немножко пафосную такую вот подачу. Она мне чуть-чуть не нравится. Но в целом я с огромным уважением отношусь к бренду Estee Lauder. Сейчас это вообще концерн, который объединил под своей гидой многие нишевые бренды. Увы или к счастью, не знаю, пока непонятно. Но в любом случае, преклоняя голову, да, Estee Lauder очень крутая была женщина. И то, что она создала, это очень большое наследие. Так вот, аромат Novin тоже мне предоставила одна моя очень хорошая клиентка, подруга Таня. Просто вот для образца, чтобы понять, как пахли настоящие цветочные шипры в 20 веке. Увы, я его не разнашивала. Но могу сказать, что аромат шикарен. Но для меня он немножко вторичен, конечно. Многим, допустим, Жалзе или Фиджи, вот эти старые ароматы, вот они для меня немножко похожи на Novin. Вот Novin я пока оставлю без комментариев, потому что, повторю, я его не разнашивала. Если у вас есть опыт носки, да, или вообще дружба с ароматом Novin, пожалуйста, напишите, потому что мне очень интересно. Вот какой-то такой пробел у меня остался. То же самое у меня остался пробел с ароматом Цветы России, но он тоже ко мне попал совершенно случайно. Мне отдала его одна моя знакомая, для того, чтобы я его кому-то продала, я не знаю, что это за аромат. Он у меня стоит на полочке уже который месяц. Радует глаз, потому что красиво, действительно, как для цветов России, так очень даже достойненько. Выглядит флакончик и действительно винтажненько, очень винтажненько. Ну, впервые сейчас его возьму, понюхаю. Очень интересно, чем ты пахнешь. Ну, конечно же, он пахнет Диндерсом, это я так и думала. Кто помнит Диндерса, да, это в 90-х годах было круто. Цветы России. Кому надо, пишите. Я о нем просто больше ничего не скажу, потому что не знаю. Но о тех ароматах, которые я сегодня рассказала, я могу говорить вечно. Я сказала совсем мало на самом деле. Я, ну, по сути дела, не сказала ничего про эти ароматы. Особенно, что касается Турбулентса, Анаи, Нудиста. То есть это, это надо целые обзоры посвящать этим ароматам, для того, чтобы их описать. Но винтаж, он на то и винтаж. Он не для всех, он не для каждого. Он особенный, он поразительный в каких-то проявлениях. И совершенно отвратительный в других. То есть вот такое противоречие винтажной парфюмерии. Если интересно, я могу продолжить подобный цикл обзоров. Ну, насчет цикла не знаю, но вторую часть точно на шкрибу. Чего снять? Хотя бы про вышеупомянутые жаузе, фиджи. Ну, про эти ароматы, в принципе, стоило бы сказать. Если интересно, лайк. Если не интересно, топ не дизлайк, просто. Просто скажите, что вам это не интересно. И, как всегда, прошу отклика, прошу комментариев, что на вашей полочке есть винтажненького, что вы носили, что вы знаете. Расскажите про ваших мам, про их ароматы и тому подобное. Обратная связь, конечно же, приветствуется. И 100 лайков, наверное, нужно этому обзору, для того, чтобы винтажная тема на канале продолжилась. А пока, всем счастливо!